Всем привет, ребят, с вами Юмилея. Уже наступил 2020 год, а я так и не сделала реакцию на прошлогодний видосик от Добряка. Непорядок. Давайте посмотрим его видос про Ролла, я не знаю как, но я про него почему-то вообще забыла. Мне, конечно, напоминали про этот видос на стриме, но тогда я была очень голодна и не хотела смотреть видос, связанный с едой, но сейчас я покушала. Я не голодна, и поэтому гоу смотреть. И не забывайте о том, что у меня есть второй канал, видео там выходят каждое воскресенье, поэтому ссылочка в описании и переходите, мне будет приятно. И поехали. Или приготовить какие-нибудь интересные блюда к праздничному столу. Если нет, то в этом вам поможет величайший повар Альханда Добручо. Ну вообще-то, вообще-то, обычно новогодний стол готовят женщины, но на моем канале... Ну это какой-то стереотип на самом деле, потому что в нашей паре Руси готовит гораздо лучше, чем я. А блюдо к новогоднему столу готовила его мама, но по поводу того, что готовят женщины, это, мне кажется, на стереотипчик такой не стоит. Всего лишь 20% прекрасного пола. Сегодня я научу вас проникать в мужскую душу через ротовое отверстие. Ну хорошо. Но если вы, мужики, готовите сами дома, по этим рецептам любая зайка порадует свою хозяйку. Ну, для первого, собственно, как и для второго рецепта, нам нужно сначала сварить овощи. Перед этим их нужно помыть, очень тщательно мыть. Да. А, на пол же... Картоху нам надо сначала почистить. Для этого нам нужен нож. Оу. Not bad. Длинноват. Все равно длинноват. Вот этот сойдет. Ну, сейчас, нахуй, поти еще нахуй. Чистим очень аккуратно, потому что картошки может не остаться. Ребят, очень-очень аккуратно это все делаете, потому что можно реально без пальцев остаться. Блин, честно, я не умею чистить картошку ножом. Блин, ну я делаю это очень медленно и при этом срезаю большую часть картошки, поэтому я пользуюсь специальной такой штучкой. Она срезает тоненькую-тоненькую шкурку и картофанчик без шкурки так вот прям круто выглядит. А ножом, ну, это для меня лично хардкорно. У меня довольно длинные пальцы, и когда я беру картошку, риск того, что я отрежу себе палец или же очень сильно поранюсь, очень велик. Ну, вы знаете, я уже говорила, что я с готовкой на вы, но все же, когда я съехала с Руси и стала чуть-чуть потихонечку учиться готовить, но вот с картошкой все равно я до сих пор не могу нормально управляться. Поэтому вот эта вот штука, я надеюсь, вы понимаете, о какой я, она мне очень сильно помогает в подобном. Так, не влезает, надо ее порезать. Жесть! Ну, увлекся! Так, катана еще и острая такая. Так, не забываем все солить. Картошечку и воду на огород. Главное не пересолить. Ждем, пока закипит. Ну, а пока это все варится, есть время сыграть в Star Conflict. Star Conflict это уникальная космическая анонимия. О, кстати, прикольно сделать, что нарисовал своего перса, играющим за компухтером. Прикольненько. Тык. Я когда, кстати, готовлю, стараюсь ни во что не втыкать, в основном что-либо читаю. Или смотрю видосик на ютубе. Потому что если я начну во что-нибудь играть, то по-любому проморгаю в какой-нибудь момент, и у меня что-нибудь подгорит. Технические бонусы. Так, ну все, картошечка у нас сварилась. Теперь мы ее аккуратненько сливаем. Аккуратненько. Ммм, блин, Симу, Александр Дебручч опять. Вот я говорила, что кушала перед роликом, но это было за полтора часа, и я снова проголодалась и хочу есть. Смотря на все это. А теперь нужно ее подавить. Еще нам нужно порезать вот эту вот зелень. Ха-ха-ха-ха. Только не катана, пожалуйста. А-а-а. Офигеть. Также нарезаем лук полу колечками. Пожалуйста. Слишком толсто выходит. Я снова плачу. Время селедочки. Я ненавижу резать лук, потому что я все время плачу, и глаза еще так сильно жжет. У меня это постоянно. И у меня даже такая тема есть, что когда кто-то режет лук, я потом захожу на кухню, у меня глаза слезятся даже от такого. Я знаю, есть лайфхак, что перед тем, как резать лук, нужно положить его в холодильник, но мама Руси говорит, что так делать нельзя, потому что все витамины лук отдает, и типа витаминов после такого у него не остается. Ну, хоть нормальная, а свежая? Ставим вариться яички. А тем временем сварились яички. Пришло время закидывать макароны. Я так, если честно, не понимаю, что именно он готовит. Тут сразу несколько блюд, наверное, да? Макарошки с рыбкой, там, картошечка с яичками, с чем-нибудь еще. Блин, это просто я на кухне! В последний раз, когда я готовила рис, у меня произошло то же самое, только с рисом. И если макароны довольно большие, их как-то можно собрать, то рис я выгребала из кухни еще потом несколько дней. Я мыла полы столько раз мыла, что я просто задолбалась, и все равно я ходила по кухне, и там был рис. Шесть, просто... Как я его понимаю? Пришло время заворачивать. В принципе, вот такую ценовку... Я просто взял обычный набор для суши, роллов и тому подобное. Кстати, я недавно такое видела в магазине. Пюрочку складываем тоненьким слоем, где-то примерно на четверть. А как с роллами связано пюре? Берем колбасу и... Я, честно говоря, когда он начал показывать картошечку, как он ее там варит, я вообще как-то про роллы забыла. Просто как будто смотрю какое-то кулинарное видео. И тут я понимаю, что суть-то видоса в роллах, в их приготовлении, и тут все. Я вообще начинаю не понимать, что происходит. Закатываем ее четенько в полосочку. Все заливаем кетчупом. Специфичненько. Все, и закатываем аккуратненько. Только не говорите, что у него реально получатся роллы из картошки. Теперь берем ломтик бекончика и кладем сверху. Офигеть! Я впервые вижу подобное, честно. Все, ролл готов. Пацанский, деревенский ролл. Перекладываем на тарелку. Офигеть. Офигеть. Походу макарошки изготовились. Что, сливаем. Аккуратно. А в дуршлаг, ну да, правильно. Так, теперь мы сделаем ролл по-флотски. Сначала выкладываем так же тонким слоем макарошки. Блять, горячие. Надо же было потой холодной. Еще нам нужна тушеночка. Выглядит аппетитно. Ненавижу тушенку, если честно. Выкладываем теперь тушеночку. Запашок-то какой. Все, еда истинных самураев. Ну и, естественно, добавляем кетчупа по вкусу и майонеза. Сейчас научу вас. Ну все, теперь самое сложное это сделать так, чтобы ничего не распалось. Мне что-то подсказывает, что с макаронами не получится. Да. После того, как мы скатали ролл, мы поставили ненадолго его в морозилку. Чтобы он принял свою структуру и форму. В форму. Ну все, момент истины. Ну, выглядит аппетитно. Знаете, еще надо было внутрь туда малосольные огурчики положить. Жесть. Так, пришло время второго оливье. Точно так же выкладываем пюрешку. Офигеть. Вообще, таким макаром можно, ух, если фантазия есть, можно прямо разгуляться. Ну, кстати, да, я соглашусь. Я почему-то никогда не думала, что роллы можно готовить так. Я просто не включала свою фантазию. А тут добряк просто разошелся не на шутку. Что угодно можно так сделать в роллы. Выкладываем огурчики. О! Только про них говорила. Теперь есть пенечки. Немножечко морковочки. И, конечно же, горошек. Ну и, естественно, все нужно заправить майонезиком. Ну, и закатываем. Ну, просто идеалиссимо. И теперь добавим немножечко зелени. Ну, как-то... Ну, как-то... Да. Интересно, какие эти роллы на вкус. Вот серьезно стало интересно. Для шубы нам нужна свекла. Ее мы делаем просто тоненькими ломтиками. И выкладываем вот из этих кругляшей... Честно, мне страшно смотреть это видео, потому что я все время боюсь, что он как-нибудь порежется. Тушку для наших роллов. Это реально рисковало. И начинка еще натрем. И выкладываем вот эту... Сперва катана. Потом еще катана. Потом еще катана. Теперь терка. Тушку по всей поверхности, но очень тоненьким слоем. Ну, просто хозяюшка. И точно так же натираем морковку и выкладываем... Учитесь, девочки. Ну и главный, главный атрибут этого ролла салатного селедочка. Селедочка. Ну и не забываем про яичку. Заправляем тоже майонезом. А я думаю, что-то не хватает. Картошка. О, точняк. Аккуратненько заворачиваем. Так, прижимаем. А, красота? Офигеть. Ну, у него же реально получается как-то формировать вот эту вот форму. Как бы странно сейчас-то не прозвучало. Мне кажется, если бы я такое готовила, у меня бы точно не получилось делать такую форму, ну и реально как у роллов. Макароны, это просто жесть. Ну что, момент истины, давайте попробуем. Еще палочками. А ничего так. Это, наверное, было самое необычное, что я готовил в жизни. И, кстати, не забывайте, что Star Conflict по ссылке в описании раздает космические бонусы. Окей. Ну а теперь к самому главному. Это, походу, был последний ролик в этом году. В целом, этот год я старался быть максимально активным и продуктивным, чтобы встретить... Это было заметно, особенно к концу года, если не ошибаюсь, с начала октября. Новый год в хорошем расположении духа и перейти в новый год со свежей мотивацией и новыми целями. Надеюсь, и вы тоже не сидели на месте. И у вас получилось реализовать все, что вы хотели. Хочу... Почти все, но 2019 год меня очень порадовал. Если что, видос с итогами, моими итогами 2019 года и с планами на 2020 год есть на канале, можете посмотреть. Пожелать вам отличного отдыха, и еще больших успехов в новом году, а также крепкого здоровья, счастья и любви. И до встречи в новом году, пупсики. Пока. Сейчас январь, и я записываю эту реакцию с 7 января, и мало кто из ютуберов выкладывает новые видосы. Поэтому у меня, наверное, будет небольшая проблема с моими реакциями, и из-за этого я в сообществе у себя на канале спросила у вас, на что я могу поделать реакции. Так вот, пишите туда свои варианты, и только, пожалуйста, не предлагайте видосы, клипы с авторским правом, за которые меня могут забанить. Буду время от времени залазить туда в сообщество в комментарии, и что-нибудь выбирать для реакций. Мне очень понравился видос, поначалу я думала, что это будет чисто анимация, но, блин, добряк умеет снимать и делать не только анимации, но и какие-то подобные видосы. Это, по-моему, очень круто. Он довольно харизматичный, необычно мыслит, и я бы в жизни не додумалась сделать такие роллы. Хоть это и выглядит довольно-таки необычно и импозантно, я даже так сказала. Какое умное слово я употребила, я такие слова знаю. Но все равно, мне кажется, роллы будут вкусными, потому что продукты там были использованы правильные, верные, ну и к тому же, они между собой и сочетаемые, поэтому, думаю, роллы все-таки неплохие. Интересно было бы увидеть такие роллы действительно на праздничном столе. Вот представьте, семья там, вот кто-то из семьи, допустим, мать приготовит такие роллы, зовет там гостей, соседей, друзей, и тут такие роллы на столе, и как бы они отреагировали. А еще мне интересно, пробовал ли кто-либо готовить что-то подобное. Если пробовали вдруг по рецепту добряка, пишите об этом в комментариях и пишите о том, как на это отреагировали ваши близкие. А с вами, как всегда, была Юмилия. Спасибо за просмотр и всем пока!